Добрый день, уважаемые трейдеры компании A-Markets. На связи Роман Корнев и моя еженедельная аналитика Scalping Intraday на зеркальных уровнях. Сегодня 12 апреля, праздник, День космонавтики, с чем я вас всех поздравляю. Но помимо этого праздника у нас есть новости от компании A-Markets, о которых я сейчас расскажу. Итак, компания A-Markets постоянно работает над улучшением торговых условий для своих клиентов и в этот раз новость касается кредитных плеч и, соответственно, средств, при которых доступны новые кредитные плечи. Так, теперь трейдерам на счетах Fixed и стандарта доступно кредитное плечо до 1 к 1000 при уровне средств, до 10 тысяч долларов. А на счетах ECN можно будет пользоваться плечом 1 к 200 при уровне средств до 100 тысяч долларов. Так что можете одними из первых оценить по достоинству новые возможности торговли с повышенным кредитным плечом. Да, я знаю, многие скептически относятся к высоким кредитным плечам, поскольку это увеличивает риски. Но, с другой стороны, если есть возможность большее кредитное плечо взять, а у вас средств не очень много, то таким образом вы можете использовать счета с меньшим количеством ваших собственных средств. То есть вам не нужно использовать больше денег, вы можете использовать меньше, но использовать заемные средства брокера. Вот, собственно говоря, и вся философия. Поэтому переходите по ссылочке в описании, там будет более подробно эта новость. Можно изучить новые условия, отличие новых условий от старых. И торгуйте с удовольствием. Теперь перейдем к календарю экономических новостей. Давайте посмотрим, что нас ждет на этой неделе. В понедельник особых новостей, в принципе, нет. Давайте посмотрим вторник. Вторник по фунту британскому в 11 часов сконцентрировано много новостей, в том числе ВВП. Нужно будет внимательно присмотреться к повышению волатильности. В среду также ВВП по экзотическим парам, но что больше привлекает внимание, это решение резервного банка Новой Зеландии по процентной ставке. Поэтому в 7 утра вот по Новозеландцу можно посмотреть повышенную волатильность. Ну и использовать ее, естественно, в своей стратегии. Также выступление председателя Банка Японии будет. Надо будет обратить на это внимание. Также председатель ФРС выступает вечерком в среду. Возможно, поведет повышенная волатильность. На четверг повторяется опять выступление Банка Японии. Изменение занятости населения по австралийцу. В принципе, довольно-таки спокойная, я бы сказал, неделя. Ничего такого экстраординарного, но обратить внимание на выход новостей нужно. Перейдем теперь к терминалу. Так, по евро-франку посмотрим. В прошлый раз мы делали уже анализ. Посмотрим, что происходит. Значит, цена пробивает консолидацию свою, уходит вниз. Очень хорошо, я люблю такие моменты. Ожидаем возврата к этой консолидации и продаем в зоне зеркального сопротивления. Также намечу уровень сопротивления здесь. Тоже это будет означать нам продажи. Смотрим по евро. По евро у нас также имеется консолидация, которая стремится вниз. Я бы даже сказал, это похоже на какой-то нисходящий треугольник. Сейчас цена отбилась. Если дойдем до верха, тоже смотрим короткосрочные сделки вниз. Ну, либо если мы пробьем его вниз, будем возвращаться обратно, то также в этой зоне будем продавать. Фунт. Фунт у нас довольно-таки активно двигается. Можем здесь обозначить линию поддержки, да. Также вот здесь линия сопротивления означает, что если цена вернется, то здесь будем покупать. Обратите внимание. Золото. Золото у нас в пятницу дало хорошую коррекцию, достаточно существенную. Даже пролетело уровень вот этот зеркальный, но сегодня от него опять хорошо отбилось. Когда, конечно, такие контракты, как золото, нефть быстро идут, они могут в зеркальном уровне пробивать, но тем не менее цена возвращается, да. Вот был сильный пробой такой. Но, как мы видим, цена опять вернулась. И сегодня опять от этого же уровня опять она отбивалась. Все-таки он хоть и с пробоями, но имеет силу. Вот, поэтому можно присматриваться вот еще к этой поддержке. Если пойдем все-таки вверх, будем иметь в виду вот это сопротивление. Вот. Вот так, как-то так. Вот здесь можно будет продавать. Так, посмотрим, что у нас с нефтью. Ух ты, смотрите, как нефть полетела вверх у нас. Ну что, неделя началась, да. Горячие деньки пошли. Все зашевелилось. Будем смотреть за текущей ситуацией. Тут имеется консолидация, поэтому если цена будет выходить за консолидацией, да, то надо обращать на эти уровни внимание. То есть цена будет от них отбиваться, либо с этой, либо с другой стороны. Ну давайте глянем еще биткоин напоследок. Что у нас тут с биткоином? Биткоин опять на выходных, да, подошел к максимуму, отбился от него 61,200. Что говорит нам о том, что скорее всего он пойдет дальше. Да, пойдет дальше. Но видите, как хорошо он тут отбился от этого уровня. Раз эти уровни работают, надо присмотреться. То есть горизонтальные уровни биткоина пока что работают. Также есть такой уровень поддержки, но если дойдем до него, то в рамках этой консолидации можно здесь покупать. Потому что все-таки, я думаю, он пойдет дальше и дальше. Все, скажем так, сильные меры SEO в своих аналитических оценках грезят биткоин где-то 150, 300 и 500 тысяч долларов. Поэтому все возможно. Сейчас все-таки он больше стремится вверх. А, мы достигли не самого максимума, да, вот, я не посмотрел предыдущего максимума. Но, кстати говоря, это говорит о чем? Что от этого горизонтального уровня тоже он может хорошо отбиться. Поэтому, вот. Да, прежде чем пробить, наверное, тоже сделать коррекцию. Но, возможно, непродолжительную, поскольку полетит уже наверняка вверх. Все, вот такой вот анализ. Торгуйте с удовольствием, хорошей недели торговой. Всем пока.